Просветить, показать им пальцем на то, что может понравиться, а это не может не понравиться, абсолютно точно. Эта книжка рассчитана на любой возраст. Ее взрослый человек может читать совершенно спокойно, потому что для себя откроет очень многое. Ну что, может быть, так как никто еще другой сюжет не знает, да, взрослые? Вы же не читали про Живие Северного? Может быть, я буду посвящать народ уже в книгу. Можно? Все, спасибо. Тогда? Да, потому что мне нужен будет экран, мне нужно будет показывать. Места работы, всем хватит. Ну что, друзья мои, открываем мы с вами страницы этой большой книги, но открываем мы ее очень необычно, не с самого начала, а с места, которое поможет вам сориентироваться, о чем же в книге идет речь. Итак, операция Потьма. Может быть, кто-нибудь слышал это географическое название когда-нибудь в своей жизни? Знаете, что там находится? Нет? В этой никому не ведомой потьме, где километров в семидесяти находится станция «Еваз». Вогнесенный несколькими рядами колючей проволоки, поверх высокого забора, чьей на храняемой зоне, отбыл первую неделю своего пожизненного пути Олег Сумароков, один из героев этой книги. Олег с нетерпением ожидал помощи от кого-нибудь. Но что же произошло несколько месяцев назад в далекой от Москвы деревне под названием Аблухино? Какова вина человека, приступившего закон, и которому назначается такое наказание, пожизненное наказание? Как вы думаете, дети мои, как вы думаете, какая вина у человека, если ему назначают пожизненное наказание? Какие у вас есть версии? Что он мог совершить? Что он мог сделать? Ограбить есть версия. И очень много человек убить. Много человек убить, так. Крась, ограбить. За кражу не дают такой серьезный срок, а вот когда есть смерть, смерть человека, то да. Ну, теперь слушайте дальше. Приговор. Вот. Учитывая корыстный интерес убийцы и особую жестокость совершенного убийства, Олег Сумароков приговаривается к пожизненному лишению свободы. Так звучал приговор. Олег Сумароков, молодой человек, который организовал братство. А что вот в этом слове вам слышится? Братство, дети мои. Брат. То есть, там только родственники. Дружба. Дружба, точно. Олег Сумароков был идейным вдохновителем того самого коллектива, в котором должны были царить дружба, взаимопонимание, взаимовыручка. Ну вот, братство. Год назад познакомились герои этой книги. Олег соединил их. Идея братства была в том, что объединить людей, готовых действовать не во зло, а во благо, не для себя, а для других, для тех, кто в силу возраста, болезни или обстоятельств без помощи и нуждается в их помощи. Неписанный закон братства гласил быть верным друг другу. И сейчас, в период тяжелых испытаний, члены братства и бывшие подопечные Олега съезжались в далекую деревню Оглухина. Живущие в разных концах России, они съехались по зову Жени. Жени, 13-летней девочки. К сожалению, фотографии Жени у меня нет, но если вы сейчас, услышав описание этой девочки, представите ее для себя, то, я думаю, дальше с этой героиней будем топать по страницам книги. Женя была незаурядной девчонкой. Каждый день, едва или не с трех лет, она стремилась подчинить себе обстоятельства. Тщательно обдумывала свои решения и, приняв единственное верное в данной ситуации или обстоятельстве решения, она никогда не предавалась бесплодным сетованиям, даже если решение оказывалось в результате не самым удачным. В этом случае она думала только о том, как свести на нет или уменьшить обнаружившийся лет. То есть не о прошлом, а о будущем. Она обладала склонностью к анализу, и не раз ей удавалось распутывать ситуации, над которыми ломали голову взрослые опытные люди. Сама она считала, что просто любит упрощать уравнения. Женя где-то вычитала, что один очень известный философ утверждал, в трудных ситуациях выбор делается не умом, а волей. Потому что ум подсказывает одинаково убедительные варианты действий. Женя была человеком волевым. Она любила и умела думать. Ну а сейчас хроника событий. Итак, интернет мне выдал такую фотографию, на которой изображена река Миас. Вот, собственно, где-то рядышком от этой реки и произошли события печальные. Еще не вскрылась, но в нескольких местах уже лед синел, это речка. А когда река вскрывается, друзья мои? Весной. Весной, да. То есть события происходили весной. По дороге быстрым шагом прошли двое мужчин. Один был из заманилок. Во Глухине у него двоюродный братан. Он к нему частенько приезжал. А второй чужак. По той дороге... По той дороге, по которой пять минут назад быстрым шагом прошли двое неизвестных, шел Олег. Он приехал из Петербурга к бабе Груши и доводился ей племянников. В это время она сильно болела и просила его приехать. Олег шел не один, а слепый. Она тоже была приезжей из Москвы. Симпатичная, белокурая, первый раз приехавшая сюда к своей бабке. Молодые люди познакомились случайно и проводили вечера вместе. Вот и в этот вечер, последний перед отъездом Олега в Петербург, они планировали быть вместе. Еще днем Олег знал, что Лика уехала в город и вернется поздно. Весь день он помогал своей тетке по хозяйству. Напоследок решил еще и дров наколоть, для чего, собственно, и одел для себя старую спецовку. Тети Груши. Ну, надеюсь, каждый знает, что спецовка – это такой вид одежды рабочей, да? Когда с дровами было покончено, Олег забежал в дом. Чтобы написать записку для Лики, решив оставить ее в дверях, поскольку знал, что вернется она только часа через два. Записка была такая «Жду тебя в девять у мостика». Очень важный разговор. Олег. Запомните эту записку, запомните фразу. Но Олег не донес записку до местного назначения, потому что по дороге встретила Лику. Она вернулась пораньше, и, показав ей записку, они посмеялись над его нарядом. Олег скомкал записку, положив в карман спецовки ее, и уже не пошли они никакому мостику, а погуляли вместе. Потом Олег проводил Лику домой и зашел к ней в гости. Бабка ее в то время гостила и мы в соседней деревне. И поздно, вернувшись домой, когда тетя Груша уже спала, а Анжелики, Анжелик, он тоже думал, уже давно дома. И поэтому Олег поздно-поздно стал собирать свои вещи, потому что в пять утра нужно было пойти на автобус к поезду. Нужно было ехать назад в Питер на занятия в институте. Ждали его лекции, друзья. А через два дня в Петербурге за Олегом пришли в общежитие с постановлением о болисти. Заковали в наручники и повезли обратно в Курганскую область на следствие по обвинению в убийстве молодой девушки Анжелики. 17-летняя Анжелика была сиротан. Она с тетей Грушей жила, что называется, очень стесненно. Только в последние два года у девочки появились красивые вещи. Было видно, что в грустной, в общем-то, жизни что-то изменилось к лучшему. И в эту зиму тетка разболелась серьезно, решила вызвать племянника к себе и объявила ему и Анжелике, что завещают обоим по половине дома. Это была изба Пятистенка. В одной из ее половин, 18 лет назад, родился Олег. Потом он вместе с матерью переехал в другой город, к Орсу. В деревне Олега с Анжеликой за глаза поженили. Олег этого и не заметил, а у негаданной невесты от этих разговоров замирало сердце. В Олеге, которого она не видела 7 лет, Анжелика влюбилась с первого дня. Он же относился к ней как к сестренке. В тот вечер Анжелика ушла около 9 вечера и домой не вернулась. Тете Груши хватилось ее утром, явно почуяв недоброе. Подняла народ на поиски. К утру следующего дня Анжелику нашли недалеко от мостика, под снегом задушенном. Милиция нашла на ее столе записку, написанную красным карандашом. «Жду тебя в 9 у мостика». Очень важный разговор. Олег. Почему-то записка была написана на газете. По почерку легко установили, что это рука Олега. Двое свидетелей из соседних домов показали, что Олег вернулся домой поздно ночью. При понятых на его половине дома извлекли из укромного места Анжеликина дорогое бирюзовое ожерелье. И вещественные доказательства, и мотивы Олега были налицо. А как вы думаете, каким мог быть мотив убийства у Олега? У кого какие есть версии? Что, Надь? Задушил это действие, он сделал. А мотив? Что руководило? А как думали Олегом? Как вы думаете, взрослые, какой был мотив? Вторая половина дома точно так же думали исследователи. Да, вторая половина дома. Вот такой мотив. Мотив получить весь дом, так как других наследников у тети Груши нет. Не совсем понятно, зачем ожерелье спрятал, а не забрал с собой. Объяснение может быть сразу. Продать не надеялся, боялся воров общежития. После этого Олега оставалось задержать. Этапировать на место преступления и предъявить обвинение, что и было незамедлительно сделано. Тетя Груша, его прибытие в наручниках не дождалась, скончалась от сердца. Дом заполотили. Лейка, единственный, кто мог подтвердить алиби Олега, уехал он в другой день после страшной находки. Испугалась появления своего имени рядом с обвиняемым страшным преступлением. Адвокат впервые увидел Олега на третий день с разбитым лицом и остановившимся взглядом. Отмет освидетельствования он отказался. И как вы думаете, почему адвокат встретил своего подзащитного в таком виде? Побитым и убитым ворем. Потому что у него как бы бабушка, ну... Тетя. Тетя. Ты знаешь, наверное, да, известия, конечно же, от смерти близкого человека и Анжелики в том числе. Они его потрясли до глубины души, это абсолютно точно. Но были еще другие обстоятельства. Когда Олега заключили уже под стражу, он был избит. И как говорят на языке, да, из него выбивали показания. Били его. Итак. Когда адвокат стал изучать дело, то увидел там много несуразного. Дом стали обследовать после того, как нашли тело. Только через полутора суток после убийства. Вокруг дома было обнаружено много следов, оставленных в ночь убийства. И даже на следующий день ими заниматься никто не стал. Записка, найденная в доме, оказалась главным вещественным доказательством. Суд состоялся быстро, через два месяца. Он проходил с участием представительных заседателей, что было в тех местах, где Кобинку. На судебном заседании подсудимый отказался от своих показаний, данных им под следствием. Виновность своего убийства он отрицал. Уверял, что у моста в тот вечер не был. Происхождение записки, найденной он же Лики, объяснить не мог. Уверял, что он ей никакой записки не писал. На вопрос, может ли кто-либо подтвердить его алиби, ответил, что не знает. Присяжные признали Олега виновным. На решение присяжных подействовали еще обнаружившиеся во время допроса свидетели чувства Анжелики, коллегу. Ликины показания могли бы повернуть вход в дело в другую сторону. Олег дал ее адрес и телефон адвокату, который поговорил с девушкой и передал Олегу информацию, что выступая в суде, она отказалась. После этого Олег не считал себя вправе называть ее имя в суде и даже когда на кону стояла вся его жизнь. Олег не знал, что был и второй человек, который мог бы стать свидетелем защиты. Это был Федя Ребер, который видел его с Ликой. Кассационная жалоба, подданная адвокатом, обращала внимание суда на детали. Красный карандаш, которым написана была записка, был найден не сразу, а много позже. И на месте, которое ранее было уже тщательно осмотрено. Экспертам были высказаны сомнения в том, что записка написана этим карандашом. Даже в том дело, что и на карандаш-то был не похож этот оставленный отпечаток. На снегу вокруг места, где нашли тело, следов, которые точно могли бы принадлежать Олегу, не было обнаружено. Суд не принял во внимание отказ подсудимого от показаний данных наследствия. Жалоба не была удовлетворена. Приговор вступил в силу, и Олег был отправлен в потиму, в исправительную колонию особого режима. Ну вот, такие печальные события, которые послужили действию. Действию со стороны братства, которое объединилось в одном месте, в той самой деревеньке. Девочка Женя, умная, целеустремленная, почти руководитель Дартова проекта по спасению Олега, его жизни, его имени, его судьбы. И столько много всяких событий по ходу сценария этой книги проходит. И столько всего умного и нужного для жизни нашей мы там найдем. Но всех секретов я вам не раскрою. Потому что читать эту книжку можно с удовольствием самому. Главное, чтобы вы поняли, на чем, да, завязалась эта ситуация непростая. И, конечно же, как Надя нам сказала, главное в братстве это дружба. Вот наше братство бельёшеское, дружное, замечательное, да, перетекает уже в следующую возрастную категорию, чему я несказанно рада. Ну а сейчас, по сценарию нашего заседания, у нас будет викторина. Так что родителям придётся воссоединиться с детьми, да, потому что дети мало что ещё знают в теме данного вопроса. И подсказывать для того, чтобы зарабатывать марки, марки, которые в конце нашего мероприятия кого-то каждому приведут к призам и подаркам. Ну что? Севиль, ты к маме поближе не хочешь? Она тебе вот ответ на уши ходит. Если вы чего-то не знаете, вы не огорчайтесь, потому что я не знала почти ничего. Но когда прочитала и познакомилась, чувствую, что голова моя стала тяжелее от знаний. Ну ладно, поехали, так? Виталия у нас такая правовая. Будем просвещаться. Какова главная сила, регулирующая отношения в обществе? Закон. Закон. Конституция. Конституция. Какие ещё слова мы не знаем? Права. Что? Права. Права. Дружбин. Дружбин. Ну вот, как рекомендует мне интернет, главная сила, регулирующая отношения в обществе, это власть. Ты говорил? А он не говорил. Я говорил, а ты повторяй. Мама, у тебя знает, что это власть. Точно? Ты будешь ей доверять? Будешь? Всё. На тогда, передай маме. Какова власть парламентарий? В России депутатов Госдумы, членов Совета Федерации. Какова власть парламентарий? Законодательный. О, какое слово выговорила. Молодец. Законодательный. Законодательный. Молодец. Что издавна именуют искусством управления государством? Искусством управления государством. Менуют. Управление государством. Искусством. Какие есть варианты? Вы предлагаете, чтобы... Проведение. Ну, нет. Я сейчас, конечно, не послушаю всё ступило. Ну, есть у нас законодательная и исполнительная система. Ну, смотрите. Кто управляет, тогда уж так, нашим государством с высоты? Ну, президент. Ну, президент, да. А, если Богу, ну, так вот, вера, 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 да. Хорошие слова, правда. Вот если бы только вера... Государственная дума у нас взяла. Это структуры власти, да? А вот вообще, то есть, вот наши... Это узаконенные такие вот, да, моменты. Это беззаконенные. Просто человеческие. Человеческие мы должны... Ладно, ручник, сдаю тебя. Политика. Политика. Вот. Поехали дальше. Какое слово часто используется как синоним термину права? Конечно. Как же, может быть, по-другому? Законы какого царя являются древнейшими из дошедших до нас? Сарамона. Царь Соломонная. Слушай, ты знаешь, я что-то про Соломон-то и забыла совсем. Я другого нашла. Только я не сравнила, когда они жили в каком... На каком расстоянии, промежутке временом друг от друга. Есть еще один, самый-самый древний, как утверждает Википедия. Фараону что? Ну, фараону нет. Значит. Законы. Какого? Нет, это... Да, 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 да. Хамурапи, точно. Точно, законно именно это. А вы собирайте потом с ребенком и поделитесь. Правильно, хамурапи. В каком году была принята последняя конституция СССР? Это знают все? Последняя, 99-го было, по-моему, ракет. Нет, СССР, СССР. Да. Может, в 87-м году? Нет. СССР, последняя конституция. Ну, знаете, ну... Ну, в 70-е, ну, точнее. В 75-е. Как-то школьник расширяется. Стрельцы новые, которые... Столетие революции. Давайте я вам дам морочку, потому что вы вспомнили, что в конце 70-х, а на самом деле в 77-м. Чтобы нас, потому что вспомнила историю, начинали... Вот, вот что значит ходить на историю в школу. Это хороший повод не пропускать эти занятия. Так. Конституция какой страны является первой писаной конституцией в мире? Правда. Нет. Что она? Да. Писаная первая. Первая написанная конституция. Когда была принята ныне действующая конституция Российской Федерации? Вот, в 93-м. Да, в 93-м. В 93-м. Какие две основные формы государственного правления знает история? Ну, вот все знают. Что сказала? Ты что сказала? Я уже сказала, по-моему, похожая. Нет? Я сказала, что я не сказала. А, ну, демократия, демократия. Демократия, это немножко не стоит. Слушай, понимай, про то еще. Две основные формы государственного правления знает история. История знает две. Так, монархия. Да. И? Ну, президент. И? Почему две? Мне википедия так дала. Вы знаете больше, что правильный? Беспублика, беспублика, монархия. Монархия. Беспублика, монархия. Получите. Внешне жалко. Так. Что, кроме прав и свобод человека и гражданина, закреплено во второй главе Конституции Российской Федерации? Ответ. Обязанности. Конечно. Конечно. Надь, какие, ты знаешь, обязанности, которые закреплены за тобой? Учиться на пятерке. Главное учиться. Хорошо, ребенок знает, что надо учиться. Получите. Как знать, главное, надо учиться. Нет, ну что же, практически она же в школу ходит. Ходит. Действительно, одной ногой уже в третьем классе стоит. Поехали дальше. Вот точно, неделя осталась и все. Какой политический режим не заинтересован в реализации гражданами свободой мыслей и слова? Что бы? Режим, он называется? Тоталитарный. Да, скажите всем громко. Тоталитарный. Абсолютно верно. Какие властные и государственные учреждения должны обладать наиболее масштабным и действенным средством защиты прав населения? Законодательные. Да, законодательные. Наши. Суды. Да, суды, точно. Как называется правонарушение, общественно опасное деяние, совершение которого влечет в применение к лицу мер уголовной ответственности, знают дети? Да, дети еще не знают. Ну, хорошо, что не затратились насчет преступления. Освобождение от наказания осужденных за совершенное преступление. Это? Радушение отцы. Совокупность судебных учреждений и их деятельность по осуществлению правосудия, а также судебное ведомство, а еще и имя по гене правосудия. Это? Нет. Совокупность судебных учреждений и их деятельность по осуществлению правосудия, а также судебное ведомство, а еще и имя богини правосудия. А еще и совокупность судебных учреждений. Что? Я говорю, что микрофон повреждений. А я не слышала. Микрофон повреждений. Сказать слово какое? Я ничего не говорила. Ну, скажите, нет. Ну, конечно, юстиция. Я не успела среагировать на звук. В переводе с латыни слово значит выкуп и является ценой, уплачиваемой за освобождение от вины или греха. Как правило, страданиями или смертью. Это в переводе с латыни выкуп является ценой, уплачиваемой за освобождение от вины или греха. А где вы за грех платите? Как это слово? Индульгенцию. Нет. Отпущение грехов. Это отпущение грехов. А здесь-то, понимаете, слово искупление и некий такой выкуп. То есть... Залог? Контрибут. Контрибут. В общем, это искупление. Я уже сама сказала. Я уже в этом вопросе дала вам сразу ответ. В общем-то, это искупление. Ладно, поехали дальше. Гражданин, получивший разрешение, лицензию на право проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Товарищи. Знаете, запомнила слово какое страшное? Аудитор. Деньги или вещи. Даваем ли должностному лицу к подкупу. Оплата за прет. Взятка. О, сейчас раздал. Всем вам взятку. Здесь взятка звучала. Взятка звучала. Сейчас. Дружный ответ. Про взятку знают все. На вторичьем времени это уже актуально. Точно. Это актуально. Так. Обман. Неблаговидные журнические действия с корыстными целями. Но вы были быстрее. Мера государственного принуждения, назначаемая судом. Нет. Арест это уже действие. Предварительное заключение. Санкции. Ну вот. Я еще. Почти все правы. Но. Все-таки хочется другое слово. Мера государственного принуждения. Принуждения, назначаемые судом. Судом. Мера принуждения. Назначена. А с наказанием? Вот, да, это наказание. Только не отбудить. Да, просто сначала наказание. Так. Открытое хищение чужого имущества. Грабеж. Ладно, грабеж. Знаете, вам всем за грабеж. Да, все. Все сказали, что грабеж. Как же за грабеж? На собак рали. Правильно выяснение дали. Я сейчас даю. Правильно сказали. Что грабеж это открытое, без стеснения, наглая выходка. Абсолютно верно. Так. Ну, теперь. Осквернение зданий или иных сороков. На, толстай всем, а. Только тапки одни. Чтобы мне не бегать. Только себе больше не возьми. Ну, а теперь вот такое еще. Надя, Надя. А теперь скажите все-таки, как же будет правильно для тех, кто оскверняет здания, сооружения? Они все-таки варвары или вандалы? Вандалы. 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 То есть вам больше нравятся варвары? Да. Да? Правильно, вандалы. Но правильно вандалы. А вам нравятся варвары. Вот давайте разберемся этими понятиями. Почему вам нравится больше варвары? Это чуждая культура. Это что-то такое. От имени варвары. Есть памятник. От имени варвары. Есть, значит, идея, так? Варварами называли все дикие племена, а вандалы – это название конкретного племени. Оно стало нарицательным, потому что все варвары поступали с продуктами высокой цивилизации одинаково. Но племя вандалов особенно отличилось, во всяком случае, в исторической памяти народов. Мне кажется, где вырюли из варваров? Из варягов, наверное. Из варягов. Мы в этом еще и одним каким-то коленом к варварам относились. Но дело-то все в том, что еще в дополнение к тому, что было сказано. Варварами еще назывались те, кто говорил не так, как в той местности, вот они этим своим неправильным говором. Греки называли. Древние греки называли. Всех, кто не знал греческого языка, варварами. Потому что им казалось, что они говорят непонятно. Бар-бар-бар-бар-бар. Это натуральное звукоподражание, вроде мяу или гав-гав. То есть они имитировали этим словом чужую непонятную речь. Ну и, соответственно, не очень уважали людей, которые их великий греческий язык не знали. Вот это неуважение, оно стерлось в памяти слова, да? Но в значении этого слова осталась именно дикость. Замечательно. Вам тоже варочку в этом виде? Ну да, дети запомнили. Значит, тот, кто крушит, ломает, плохо относится к тому, что было создано другими, называется? Варварами. Вот. Им нравится варварами. Варварами. Я говорила. Ну, в душе мы понимаем, да? Варварами стоит. Варварами, оно как бы, наверное, современное такое. Ну, теперь вопрос только... Ну, а я как-то варварами, а не запомнилась. Ну, я не знаю. Как, правда, точно. Точно. Ну, а теперь вопрос только для детей. Так что дети сосредоточились. Вы это слово точно знаете в смысле ответственно. Что связывает свидетеля преступления, совершенного его близким, родственникам, и отменное здоровье? Что связывает свидетеля преступления, а преступление совершил близким, родственникам, и отменное здоровье? И это слово? Жодственная связь. Завещание? Нет. Нет. Общее, они свидетель, свидетель, как бы, не сказал. А вы эту часть уже оставьте, вот, отменное здоровье. Что за него отвечает, отвечает наша жизнь, за отменное здоровье? Здравоохранение, я вас умоляю. Дети ни за что уже не отвечают. А уж за отменное здоровье, тем более. Так, что за отменное здоровье-то отвечает? Ну, дети, что вам говорят, в школе надо укреплять? Здоровье. Дух. Дух, хорошо. Спорт. Спорт укрепляет то. И витамины укрепляет то, о чем мы говорим, что? Иммунитет. Ну, конечно же, конечно же, мы говорим сейчас с вами о свидетельском иммунитете. И так для здоровья. И витамины, и спорт, и хорошее настроение, и сильный дух, это для здоровья. А вот, что я узнала в книге. Я, например, не знала, что, оказывается, свидетельский иммунитет, ты имеешь право не давать показаний против самого себя и своих близких родственников, даже если ты был очевидцем их преступлений. Вот, запомнили, что такое свидетельский иммунитет? Так что мои знания пополнились. На ваши, надеюсь, тоже двигаются. Каждый что-то свое вынезет. Ну, а сейчас, следующая часть нашей работы, это ваши маршрутные листы, которые вы получите. Можете ручки доставать. Будете отправляться на поиски всего того, что здесь. Я для вас приятного. Вам одну с мамой, конечно. Да. Я одну с папой. Да. Я одну с папой. Ручку наладим. С бабушкой? С бабушкой, сказала. Я что? Да. Пошел. Иди сюда. Дима, дам. Анас. Ручки нет. Дима, дима. Дима, дима. Дима, дима. Дима, дима. Итак, сверим наши часы. На моих часах 3 часа 5 минут. Ну, минут за 20, я думала, справитесь. Подбегать будем. Вас сегодня не особенно сильно я нагрузила бегать, но и больше. На партнеру у меня пройдет. На партнеру все дени. В следующий раз. Спасибо. 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 Спасибо.